Кадровый перевод, казалось бы, чё уж проще может быть в нашей жизни. Ну и, собственно, в контексте, поскольку всё-таки семинар рекламный, я должна сказать, что речь пойдёт о курсе для кадровиков, который у нас есть в специалисте. Это, собственно, курс 1С предприятия зарплаты управления персоналом, уровень 1 кадровый учёт. Ну, собственно, я представлюсь, я Елена Гречко, я являюсь преподавателем пользовательских курсов 1С. И, собственно, у нас курсов достаточно большое количество, но я вот как раз именно 1Сник. Ну, так вот, о чём у нас с вами пойдёт речь? Что вообще такое кадровый перевод именно в программе? И какие ещё у нас есть возможности, когда речь идёт о кадровом переводе в зависимости от условий? Ну, в частности, на что хотелось бы обратить внимание, что кадровым переводом можно регистрировать любые изменения условий труда сотрудника. Ну, и вот, собственно, в презентации включён классический кадровый перевод. Ну, а мне, как всегда, удобнее показать и рассказать. У меня тут есть такая небольшая заготовочка. Ну, такая вот условная база присутствует. Ну, и, собственно, классическая постановка вопроса. В первую очередь речь пойдёт о ней. Это, конечно, сам приказ о переводе. То есть документ кадровый перевод, который существует в программе, который существует в программе и которым мы с вами можем великолепнейшим образом оперировать, оперировать, в общем-то, в любых обстоятельствах. То есть, вот, например, у меня есть некий курьер, и я его сейчас возьму и, скажем, так, извините, мне не очень удобно, что у меня стоит июньская рабочая дата. Вот, и я возьму и курьера переведу с понедельника в другое подразделение. С понедельника в другое подразделение. Почему я начала с примера именно с курьером? Здесь больше возможности у меня показать. В частности, я его возьму и, например, переведу в столовую поваром. Значит, просьба обратить внимание. У меня сейчас в документе стоит графика работы 18 часов 6 дней. Вот, если я скажу, что я его перевожу поваром, то здесь у меня график не меняется вроде бы, но программа понимает прекраснейшим образом, опираясь на штатное расписание, что у человека в связи с переводом в другое подразделение на другую должность уже должен быть другой график работы. В частности, у меня для курьеров стояло 18 часов, а для поваров по штатному расписанию у меня график, как видите, шестидневка. То есть программа сама сверилась в частности со штатным расписанием, поняла, что меняется у человека право на отпуск, поняла, что у человека меняется график. Она ему добавила новое начисление, поскольку у меня курьер вообще, видите, на сдельной сидел, то есть это все программа сделала автоматом. Мне остается только заполнить трудовой договор, если он срочный, закладочку и причины перевода. Ну, что-нибудь нам сейчас с вами это не принципиально. То есть вот классическая постановка вопросов. Да ради бога, здесь никаких проблем нет. Но при этом, при этом документ кадровый перевод в программе считается универсальным. То есть в частности можно регистрировать любые изменения условий труда сотрудников. И если я возьму ситуацию немножечко другого рода, но пока воспользуюсь именно классикой, здесь мои корыстные цели. В частности, в частности, смотрите, у меня есть сотрудники, которые, ну вот в учебной базе, которые работают по сменам. А значит, вполне вероятно постановка вопроса, когда мне понадобится, ну вот переходит человек из второй смены, например, в первую. Ради бога, я могу это сделать документом кадровый перевод, даже давайте его в четвертую для разнообразия переведу. Программа, как видите, сообразила, сказала, что она может фуд пересчитать, то есть тоже я заполню трудовой договор. Казалось бы, все здорово, но вот этот вариант, он несет в себе один момент не очень комфортный для жизни. Почему? Потому что вот я сказала, что мне удобнее показать. Видите, что получилось? Сейчас я даже, знаете, как постараюсь. Сейчас одну секундочку. Я сделаю масштаб побольше, чтобы вам было получше видно. Вот я сделала два документа на 5 октября. Вы видите, нумерация-то у меня идет сквозная. Но если первый пример, с которого я начала, я имею в виду с переводом курьера в столовую повару, это действительно классический кадровый перевод. И мне этот документ дает приказ по форме Т5. Собственно, как оно и должно быть. Здесь все замечательно. Здесь никаких проблем у меня не возникает. А вообще никак. А вот со вторым документом у меня уже будет головная боль. Головная боль почему? Потому что когда человек меняет график, это ведь не форма Т5 в чистом виде. Ну, посмотрите, что мне сделала программа. Она мне сделала приказ. Да, вот я специально открыла. Очень веселый такой приказ получается. Хотя, да, вот ситуация, согласитесь, ну, странная, мягко говоря. Чичиков, охранный охранник, новое место охранный охранник и так далее. То есть я к чему веду? Вот если у меня меняются у сотрудника какие-то условия труда, я могу воспользоваться документом кадровый перевод. Я это сейчас прекрасным образом сделала, и вы это видели. Но у меня возникнет проблема с нумерацией. То есть мне как минимум придется в таких случаях брать и исправлять номера документов. И благо, например, у меня вот в той базе, на которой я вам показываю, полные права. Есть ли у кого-то из сотрудника ограничены права? То есть я могу взять и, например, сказать, что это у меня служебный пир. Ради бога. В дальнейшем тогда что будет происходить? Ну вот у меня отдельно пойдут мои внутренние документы и отдельно классика жанра. То есть вот кадровый перевод в чистом виде, как мы его с вами понимаем. Ну так вот, разработчики тоже это прекрасно понимали. То есть вот я вернусь к презентации. Вот он наш с вами идеальный вариант. А дальше уже у нас начинается очень любопытный момент. Дело в том, что есть отдельно списочная форма. Она есть для основных кадровых документов. И, соответственно, здесь у меня есть документ кадровый перевод списка. В котором я опять же могу зарегистрировать любые изменения условий труда по сотрудникам. Но, как я уже упомянула, тогда у меня будет проблема с чем? С нумерацией документов. Рано или поздно она появится. Она появится. Исходя из этих соображений, что мы с вами как раз и можем использовать еще и о чем бы хотелось поговорить. Дело в том, что в Одноисии как раз для регистрации изменения условий труда сотрудников существует еще несколько дополнительных вариаций документа кадровый перевод. Что любопытно, их можно открывать либо через кадровые документы. Ну, в моем случае, вот открыт общий журнал, да, то есть это кадры, все кадровые документы. Или в разделе зарплата есть отдельный журнальчик, который называется изменение оплаты сотрудников. И, например, вот, кстати, заодно обратите внимание, я сейчас открыла журнал изменения оплаты сотрудников. И в нем видны вот эти мои два кадровых перевода, которые я только что вот на ваших глазах регистрирую. Ну, так вот, если меняется график работ, у меня есть второй вариант. Второй вариант. И он будет в некоем роде предпочтительным. Я сейчас нехороший помечу на удаление все-таки. Изменение графика работы списком. То есть в классической ситуации, в классической ситуации мы с вами вот этот документ изменения графика работы списком как раз и должны применять, можем применять точнее. Если у нас возникает необходимость перевести энное количество сотрудников внутри нашей организации на другой график работы. Ну, мне же никто не мешает абсолютно сказать, что я перевожу на четвертую смену, да, и добавить одного вот этого злополучного чичков. Какие у меня будут плюсы вот в данной конкретной ситуации? Давайте я тоже так для чистоты эксперимента укажу пятое число именно. Во-первых, номер документа. Как видите, программа нумерует отдельно. Сейчас я вот проведу, чтобы увидеть, да, то есть вот фактически это некий такой подвид кадрового перевода, которым мы можем зарегистрировать изменения не любых условий труда, а только графика работы сотрудник. То есть вот он. У меня не будет проблем с нумерацией. Это раз. Во-вторых, документ делает печатную форму. Вот она. Выглядит следующим образом. Это внутренняя форма 1С. Но вполне прекрасненько. С учетом того, что мы можем еще с вами печатную форму редактировать под себя любимых. Весьма-весьма такой симпатичный вариант. То есть вот и мы с вами решаем сразу два вопроса. То, что я упомянула, что если у человека меняется график работы, но я вас умоляю, согласитесь, это же не форма Т5 категорически. Кроме того, то, что я опять же упомянула, это действительно для нас серьезная проблема. Ведь машина-то будет нумеровать в пределах одного вида документов. А значит, у меня, у приказа Т5 уже будет нарушена нумерация. Потому что она нумерует все подряд. Либо, вот как я вам показала, просто взяли и изменили номер документа. Но это при условии, если есть такие права. И если у сотрудника меняется графика работы, то, в общем-то, мне кажется, гораздо практичнее действительно воспользоваться под видом кадрового перевода изменение графика работы списка. То есть вот у нас с вами такая возможность есть. И она присутствует. И знать о ней надо. Но это еще далеко не все. Смотрите, ведь бывает действительно постановка вопроса, когда у нас сотрудники перемещаются из одного подразделения в другое. Ну, скажем, если мы возьмем с вами, знаете, такую печальную вещь, печальную вещь, когда в организации проводится рееструктуризация. То есть, да, вот было подразделение, там, я не знаю, торговый зал. Теперь это подразделение будет называться, там, скажем, магазин. И мне нужно тогда что перевести, все, кто у меня работает в торговом зале, перевести в магазин. Опять же, как я могу это сделать? Я могу сделать, как вот кадровый перевод списком, либо просто по каждому отдельно кадровый перевод. Но, опять же, я этого делать не буду, чтобы у меня потом не было лишней головной боли с нумерацией, в частности, вот ни за что не буду. Почему? Да потому что в программе, в общем, в журнале кадровых документов, да, который называется «Все кадровые документы», есть другая возможность. Это перемещение в другое подразделение. То есть, мне никто не мешает указать, что я, ну, я возьму те подразделения, что есть, да, то есть я, например, возьму сейчас и всех из бухгалтерии переведу, куда переведу. Ну, видимо, в торговый зал. Дальше нажимается кнопка «Заполнить». Как видите, программа... Сейчас, секунду. Придется мне все-таки поменьше масштаб сделать, иначе мне просто неудобно вам показывать. Программа мне заполнила сразу документ. При нажатии на кнопку «Заполнить» всеми, кто работает в бухгалтерии. Мне, собственно, остается указать там должность. Вот оно, да. И на закладочке «Дополнительно» указать причину перевода, реструктуризацию. То есть вот такая вот вещичка. Я, с вашего позволения, все-таки главбуху перемещать не буду. Вот двух сотрудников, чтобы показать, я перемещу. Давайте посмотрим, какой у нас с вами будет вариант. Я извиняюсь, но контроль штатного расписания у меня сработал. Сейчас это нам не принципиально. Нам важно другое, что если я этот документ проведу и закрою, будет лучше видно. Как видите, опять же для этого подвида идет отдельно нумерация. Вы же помните, что в третьей редакции «Зарплата управления персоналом», точнее уже она сейчас 3.1, в принципе нет сквозной нумерации документов кадровых. Каждый вид и подвид документа нумеруется отдельно. Соответственно, вот у меня документ перемещения в другое подразделение. Но вот этот документ, если я очень захочу, даст мне еще и печатную форму Т5. Но здесь тогда именно смотрите, в самой печатной форме номер документа будет один и тот же. Ну, то есть надо будет тогда это подрегулировать уже вручную. Ну, как всегда, у нас есть свои плюсы в этой жизни, есть свои минусы. Ну, вот это очень удобно в случае реструктуризации, когда появились новые подразделения. Мы с вами берем или, знаете, еще там слияние, может быть, каких-то подразделений. Мы берем и всех в одно переводим. Программа делает автоматически. Когда она делает сама, это огромнейший плюс. Следующий вариант, о котором еще хотелось бы сказать, но он достаточно специфичен. Он актуален в первую очередь, если у нас с вами в базе ведется несколько организаций. Несколько организаций. Ну, так вот, то, что касается ведения нескольких организаций. Смотрите, в программе есть так называемый помощник перевода к другому работодателю. Ну, и, собственно, вот я, когда готовилась к нашему семинару, я вот в этой вот тестовой базе, на которой вам сейчас все показываю, я как раз ввела вторую организацию. Так, сейчас я его проведу окончательно и покажу. Значит, у меня, смотрите, введена вторая организация, некая фирма Маяк. Если честно, я по ней вообще никаких больше данных не указывала, окромя наименования. То есть вот таким вот образом. Ну, и следующим этапом, следующим этапом, что от меня требуется. Вот буду я переводить сейчас сотрудников, буду переводить сотрудников из одного подразделения, да, в другое, да, к другому работодателю. Создам хотя бы одно подразделение для этой моей организации. Пусть будет основное. Ну, к сожалению, без этого никуда, пускай там это будет пятидневка. И вот по поводу помощник. Значит, это опять же раздел кадра. Просьба брать эти внимание. Я уже несколько раз упоминала о том, что можно работать либо через журнал, общий журнал кадровых документов, вот он у нас в кадрах, называется все кадровые документы, или можно работать через раздел зарплаты, журнал изменения оплаты сотрудников. Но через журнал изменения оплаты сотрудников можно сделать далеко не все документы, далеко не все документы. То есть здесь в первую очередь документы, которые влияют на расчетную часть. И исходя из этих соображений, исходя из этих соображений, просто специально даже открыла, чтобы убедились, что здесь нет ни полуслова про другого работодателя. Также, кстати, обратите внимание, через журнал изменения оплаты сотрудников нельзя сделать перемещение к другому работодателю. Значит, все-таки я возвращаюсь к кадры, все кадровые документы. И, соответственно, если я нажму кнопочку «Создать», если я нажму кнопочку «Создать», обратите внимание, вот он у меня появился, так и называется «Перевод к другому работодателю». Здесь помощник перевода, откуда и кого переводим. Например, я из Ориона переведу, ну, кого-нибудь я переведу, вот Горбункова переведу. Куда переводим, значит, соответственно, маяк, подразделение. Но у меня штатки здесь нету, поэтому я, извините, вручную. Так, придется все-таки. Сделаю я тогда с октября. С октября. И добавлю позицию в основном подразделение. Ну, чтобы уже все-таки доделать до конца. Ну, и пускай вводит это начальник охраны. Нам сейчас с вами, в общем-то, это непринципиально. Важно, я думаю, увидеть, что это такое в этой жизни. Программа, видите, показывает, что у него была надбавка за выслугу лет. И, если надо, видите, я могу ее в дальнейшем учесть. То есть, она подтянула мне оклад. Подтянула мне оклад. Далее, вариант выбора расчет аванса, как в кадровом документе. Ну, и последняя закладочка оформления перевода. Она вообще выглядит очень изящно. Видите, программа предлагает, чем, конечно, интересен помощник, сделать сразу группу документов. Ну, давайте проверять. То есть, записываем. И поехали. Ввести приказ об увольнении. Я извиняюсь, она у меня что-то сегодня очень задумчивая. Да. Вот, видите, собственно, она мне автоматически создала приказ об увольнении. Проводим. Далее. Далее. Исходящая справка о заработке для расчета по особе. То есть, видите, тоже имеет место быть. Ну, все, что тут есть. Сейчас. Тоже опять же проводим. Эх, у Горбункова не указаны паспортные данные. Не того я перевожу. Так. Да. Сейчас. Еще его поселить. Ведь куда-то надо этого несчастного Горбункова. Далее. Этот же помощник дает мне, смотрите, печатную форму приказа о приеме. Мне здесь остается только указать номер трудового договора, да, и дату. Соответственно, с 4-го числа. С 4-го числа. Вот он. Вот приказ о приеме по форме Т1. И также входящая справка о заработке. То есть, видите, она великолепнейшим образом сразу все подсчитала, показала. И вот этот помощник еще чем интересен. Здесь, смотрите, есть кнопка печать. Обратите внимание, что здесь еще дополнительно есть внутренняя форма 1С. Вот у кого несколько организаций в одной базе, очень советую обратить внимание на это. Смотрите. И согласование переводов здесь присутствует. И согласие работника на перевод. Видите, какая вещичка. То есть здесь вот они и приказ об увольнении, да, то есть все, что требуется. И главное, можно сказать, что вот мне нужен комплект документов для перевода. Сейчас она подумает. И покажет. Очень любопытный документ. Но вот, как я уже сказала, у него есть одна душевная особенность. Это при условии, если у нас в одной базе ведется несколько организаций. Это реально очень важно. Исходя из каких соображений. Да просто-напросто, просто-напросто. Если у нас с вами в базе ведется организация только одна, то в списке всех кадровых документов мы не будем видеть перевода другому работодателю. Мы не будем видеть перевода к другому работодателю. То есть мы даже не будем с вами подозревать, что такой документ существует. А он существует. Ну, точнее, это уже не документ, а помощник. Так, еще что мы с вами будем использовать. Видите, какая-то банальная вроде бы тема кадровый перевод. Но какое количество вариантов для нас с вами предусмотрен. Если у вас в базе одна организация, ну, я не знаю, эту функцию тоже используют далеко не все, но, в общем-то, сказать я все равно о ней должна. Мало ли кому-то пригодится. В Одинесске есть еще достаточно любопытное понятие такое, как территория. Территория. Например, представьте себе ситуацию, что вот у меня есть организация Орион, а один единственный сотрудник является представителем, например, где-то там в Иркуте. Да? Что я могу делать? Я могу не делать для этого человека отдельно подразделение. Я могу, во-первых, в настройках учетной политики организации сейчас покажу, потому что очень любопытная функция, далеко не все ею пользуются. Ну, это понятно, кому-то нужно, кому-то нет, но, может быть, для кого-то это будет очень полезно. Значит, в учетной политике по организации ставится вот этот вот флажочек. Использовать обособленные территории. Использовать обособленные территории. Что получается? У меня сразу появляется в настройке новый справочник, который так и называется территория. Ну, вот видите, у меня здесь в качестве примера я развлекалась, вела там, условно назвала север. Что любопытно, вот у меня организация московская, но для территории я уже, как видите, могу указать и районные коэффициенты, и процент северной надбавки, и какие территориальные условия, и даже сведения по бухгалтерскому учету. И у меня тогда, если я включила вот эту опцию, вот эту опцию территории в сведениях по организации, помимо справочника территории, еще в документах появляется любопытная вещь. Вот покажу на примере именно кадрового перевода классического, поскольку мы его уже с вами сегодня видели. Если я выбираю Орион, то у меня, видите, появилось поле перевести на территорию, перевести на территорию. Если я выбираю, то у меня вторая ферма Маяк, я для нее в учетной политике ничего такого не регистрировала, у меня этого поля, в принципе, нет как класс. Нет как класс. Ну так вот, если все-таки я решу использовать вот это понятие территории, ну и вот, собственно, о чем и слайд в этой жизни существует, вот, то появляется еще дополнительный вид, подвид, я бы сказала, кадрового перевода, это между территориями. То есть, смотрите, у меня есть перемещение в другое подразделение, а теперь у меня еще есть, видите, перемещение между территориями. То есть, опять же, надо указать организацию. Я укажу, вот, ну, пускай это будет мой север, дата как есть, и кого-нибудь туда все-таки отправлю. Ну, пускай коробки. Вот этот документ, он не дает никаких печатных форм от слова совсем. То есть, это, по сути, как я уже упомянула, еще одна разновидность, еще одна разновидность документа кадровый перевод. И он может, она может понадобиться, если мы с вами по каким-то причинам вынуждены перемещать сотрудника. Вот, действительно, сидела у меня коробочка в офисе, поехала в РБТО, будет представителем моей организации. Вот, вообще, понятие территории, оно чем любопытно, вот здесь, знаете, как я на минуточку покажу, это, наверное, удобнее показать именно на классической ситуации, на кадровом переводе. Та же, кстати, постановка вопроса будет при приеме на работу. Вот, смотрите, если я указываю, что у меня сотрудник, так, то у меня тут еще живой остался, например, Петрова. И я ее хочу перевести на территорию север. Вот, обратите внимание, тут просто хорошо видно на закладочке оплаты труда, видите, уже появилась просто пока блекленькая, да, вот я к территории привязала районные коэффициенты, соответственно, программа будет это учитывать, скажем, пусть будет вот так. Здесь без всяких изысков программу вот эту информацию будет учитывать. Вот у меня появился, видите, соответствующий коэффициент, я его только что вот указывала на ваших глазах. Вот, и в дальнейшем она будет считать, если потребуется и северный ста, что здесь все мило и хорошо. И та же, кстати, будет постановка вопроса, но вот просто, чтобы обратить ваше внимание, потому что, да, очень любопытная возможность программы вообще в чистом виде. Когда принимается человек на работу, вот на минуточку открою сейчас банальный кадровый приказ, который вы все знаете прекраснейшим образом. Я не знаю, давайте я кого-нибудь сейчас. Так, с фантазией у меня не очень, это будет Степанов. Ну, не знаю, пусть будет Степан. Степанов. Степан. Так, значит, смотрите, что из этого получается. Я его буду принимать, например, в подразделение, пускай даже это будет, ну, чтобы для чистота эксперимента, это будет торговый зал. Но, видите, я скажу, что это торговый зал, то есть подразделение, да. Но я еще дополнительно указываю детализацию с территорией. Указываю детализацию с территорией. То есть, в частности, ну, не знаю, пусть он будет менеджером со всеми вытекающими последствиями. Опять же, программа будет рассчитывать и северные, и все на свете. Здесь никаких изысков, в принципе, не будет. Это очень удобно именно с практической точки зрения. Поэтому просьба, вот вы обязательно, ну, в штатном расписании у меня просто нет свободных ставок, а у меня включен контроль. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту опцию. Значит, что тогда у меня получается? Ну, вот, чтобы мне уже договорить, да, и показать вам окончательно без поворотно. Вот свежепринятый господин Степанов. Вот он у меня, видите? Вот я ему тоже могу указать трудовую деятельность, то есть все. И в том числе, видите, вот у него есть стаж работы на севере. Стаж работы на севере. То есть вот этот функционал, он на самом деле, я уже возвращаюсь к разговору о кадровых переводах, как видите, он на самом деле очень богат возможностями. А не то, что как бы вот пойти по принципу, извините, конечно, но кадровый перевод, он в Африке кадровый перевод. По факту, по факту, в зависимости от того, какие у нас условия сложились на данный момент, как видите, есть возможность, есть возможность реагировать абсолютно по-разному. То есть использовать не только кадровый перевод, но и изменение графика, и перевод между подразделениями, и перевод между работодателями, и перевод, то бишь перемещение между территориями. И все это, все это фактически, может быть, почти все, кроме перемещения между работодателями, конечно же, может быть реализовано тем самым универсальным документом, с которого я и начала сегодня разговор, то есть это документом кадровый перевод. Запросто совершенно. Но, как я уже сказала, во многих случаях, во многих случаях это просто нецелесообразно. Нецелесообразно, почему вот классическая постановка вопроса, это, конечно, если у сотрудника меняется банально график работы. Вот меняется, переходит у меня человек с одного графика на другой. Но ведь тогда что будет происходить? Программа присвоит все равно порядковый номер. Это будет унифицированная форма Т5. Видите, она продолжает свою нумерацию. В жизни это, конечно, крайне неудобно. Крайне неудобно. А я в итоге, вот пока сегодня вам показывала, вот сейчас даже сделаю специально как раз еще разочек масштабчик, поболее, чтобы было хорошо видно. Вот те документы, которые я оформила. Ну, понятно, по другой организации здесь еще префис. А так, смотрите, по типу документов, если мы пройдемся, то мы увидим, что отдельная нумерация перемещения в другое подразделение, отдельная нумерация перевода к другому работодателю, отдельная нумерация перемещения между территориями, отдельная нумерация кадровых переводов и отдельная нумерация изменения графика работы списка. То есть здесь мы в первую очередь, конечно же, решаем такую головную боль, как, в общем-то, правильная нумерация, последовательная приказов о переводе на другую работу. То есть да, можно, но есть еще другие варианты. И эти варианты, они могут ощутимо облегчить наше с вами существовать. Ну вот, поскольку курс все-таки у нас рекламный, я вкратце так упомянула, у нас, в общем-то, когда речь идет о пользовательских курсах, курсы однозначно практические, в основе, как правило, лежит сквозная задача. И мы учимся не только настраивать программу, хотя настройки, они играют очень большую роль для поведения программы дальнейшего, вот, ну и регистрировать движение кадров, ну и формировать отчетность. Ну и в принципе, в принципе, если кого-то из вас заинтересовал вот этот курс, добро пожаловать, мы будем вас ждать с огромным удовольствием. Да, вот, ну, собственно, стандартные документы об окончании, вот, и, если что, можно позвонить, уточнить у наших менеджеров всю информацию. Ближайшая дата курса это 10 октября, собственно говоря, это суббота, следующее, как сейчас помню. Да, то есть это две субботы, курс в 16 часов. Ну, вот, собственно, я рассказала все, что я хотела, и давайте-ка поговорим про вопросы. Сейчас остановлю запись.